Первый сезон спин-оффа пацанов Поколение Ви наконец-то подошел к концу. Первый сезон поднял много вопросов и загадок, но только немногие из них получили ответы. А в четвертом сезоне Пацанов и во втором сезоне Поколения предстоит раскрыть самые разные сюжетные линии. Поколение Ви смотрит на мир Пацанов по-новому, и на этот раз сериал фокусируется на колледже для супергероев, известный как Университет Годолкина. В этом видео мы пройдемся по первому сезону спин-оффа, снова погрузимся в этот жестокий мир супергероев, узнаем каким получилось новое шоу и какой главной темой станет четвертый сезон Пацанов, ведь спин-офф очень тесно связан с основным сериалом. Предупреждаю, в видео будут спойлеры. Действия спин-оффа происходят между событиями третьего и четвертого сезона. сезона Пацанов. Причем оба сериала напрямую связаны друг с другом. История разворачивается в Университете Годолкина, которым управляет ВОУД, престижном супер-университете, где студенты готовятся стать следующим поколением героев, желательно с выгодной поддержкой. Как и в любом другом университете, студенты соревнуются за популярность и хорошие оценки, а появление сверхспособностей еще больше увеличивает ставки. В сериале сразу же показывают разные выходки супергероев и хаос университетской жизни. Все это кажется нам знакомым по вселенной Пацанов. Годолкин поможет вам в этом преуспеть. Мы супер рады с вами познакомиться. В первом сезоне нас знакомят с Мари Моро, 18-летней девушкой, обладающей способностью контролировать кровь, до жути похожей на Викторию Ньюман из Пацанов. Не зная, что у нее есть сверхспособности, она по ошибке убила своих родителей, когда ее силы внезапно пробудились. В результате чего ее перевезли в институт Ред Ривер, приют для суперов. В конце концов она покидает приют, чтобы продолжить образование в Университете Годолкина, надеясь начать новую главу своей жизни на первом курсе. Я Маверик, твой староста. В три у нас состоится семинар на тему культуры согласия. Мари знакомится с людьми, которые в конечном итоге станут основой актерского состава, такими как ее соседка по комнате Эмма, которая способна изменять свой физический размер в зависимости от количества потребляемых калорий, и Андре Андерсон, супер, со способностями к магнетизму. Однако все идет наперекосяк уже в первый день, когда один студент пытается сбежать из кампуса. Но Мари и Андре помогли его остановить, что приводит к тому, что студента отправляют в чащу, секретную лабораторию, где над суперами проводят эксперименты. Это очень похоже на пацанов в том смысле, что спин-офф бросается в действие с головой, не тратя времени на скучные ненужные сцены, что сделало просмотр гораздо более приятным. Но могу сказать, что середина сериала сбавила темп и появилось больше диалогов. Одна серия получилась настолько затянутой, что ее смогло спасти камео-солдатика. Да и в других эпизодах было приятно увидеть камео персонажей из пацанов, например Викторию Ньюман, уволенного режиссера, Эшли, а под конец и вовсе появился Хомлендер и Бутчер. Но о них мы поговорим чуть позже. В первой серии нас также знакомят с новыми лицами, включая Кейт, обладающую способностями контроля над разумом, Люка, также известного как Золотой Мальчик, названного в честь его способности поджигать все свое тело, и Джордана Ли, обладающего способностью переключаться между мужскими и женскими формами. Причем каждая форма имеет свои собственные силы. Золотой Мальчик и его друзья забирают Мэри в клуб, где она спасает жизнь женщине, которая трагически оказалась жертвой одного из несчастных случаев с Андре. На следующий день ее встречает профессор Брингс и обнаруживает, что ее исключили из университета Годолкина за свой поступок. Не удовлетворенная результатом, она возвращается и тут же подвергается нападению Золотого Мальчика, который только что убил Брингса. После убийства он начинает ее преследовать, а также заставляет находящегося поблизости Джордана Ли вмешаться в защиту Мари. Первый эпизод заканчивается тем, что Золотой Мальчик вернулся в реальность и покончил с собой, взорвав себя, проливая кровь на наших главных героев, навсегда меняя их жизни. Также выяснилось, что перед смертью Люк рассказал Андре о чаще. Нет! Прости. Ничего. Первый эпизод отлично задал тон остальной части сериала, дав зрителям почувствовать, чего им следует ожидать от этого сумасшедшего мира. Мне очень понравилось, как они сделали первый эпизод, показав знакомый мир и новых персонажей, которые обладают невероятными способностями, и которые не всегда могут их контролировать. А смерть Золотого Мальчика, наверное, стала шоком для всех, так как показалось, что он будет частью основной истории с момента своего появления. Спин-офф не был бы частью вселенной пацанов без насилия и крови. Поколение Ви определенно сохранило многие темы из основного сериала. Тем не менее, спин-офф пытается немного изменить ситуацию, уделяя больше внимания молодым персонажам и истории заговора, и даже пытается включить в определенные сцены моральные рассуждения. В основном сериале это действует немного по-другому, там показывают больше жестокости, но спин-офф этого, конечно, тоже не лишен, просто здесь это показывают чуть меньше. Поскольку суперсила главного героя – это манипуляции с кровью, вы можете ожидать, что кровь и насилие будут присутствовать на протяжении всего сериала. Некоторые жесткие кровавые моменты просто отражают сцены из основного сериала, особенно когда показано, как персонажи залиты кровью. И там, и там есть похожие сцены. Вспомним первый сезон, когда Хьюи взорвал невидимку, второй сезон – про момент с китом, или когда Хомлендер убил бойцов. Поколение Ви показывают почти такие же кровавые сцены, хотя в этом нет ничего плохого, поскольку было бы логично, что одна и та же физика применима к обоим мирам, но мне бы понравилось, если бы это было немного более креативно в отношении спин-оффа. Злобное чувство юмора из основной серии в спин-оффе гораздо более приглушённое, но моментами сценаристы пытаются нам ещё напомнить, что мы в мире пацанов. И в одном из эпизодов нам показывают, как Мари случайно взрывает парню его хозяйство. Политические темы из пацанов также передаются и поколению Ви. Например, когда Воут пытался подтолкнуть Мари и Андре в семёрку из-за их расы, а родители Джордана обращались с ним как с дипломатическим инструментом, помогающим бизнесу его отца. Хотя поклонники пацанов могут ожидать схожих тем от спин-оффа, действия которого происходят в том же мире, я считаю, что они хорошо справились с тем, чтобы освежить обстановку, сохраняя при этом ту же привлекательность, отличаясь от основного сериала тем, что они показывают молодое поколение героев. И сюжет сфокусирован не только на учёбе, но и на раскрытии тайного заговора. Ты её убила. Мари, это же... Ради тебя. Ради всех вас. Чёрт. Поначалу молодые герои казались избалованными детьми богатых родителей, но через несколько эпизодов мы понимаем, что персонажи глубже, чем мы изначально думали, и у каждого из них есть свои собственные трудности и проблемы, а также то, как они с ними справляются. Одна сцена, которая мне особенно запомнилась, заключалась в том, как Сэм жаловался на то, что его родители дали ему сверхспособности, но в результате это привело к тому, что он стал психически неуравновешенным. Общий сюжет сериала заключался в том, что родители заставили детей стать суперами, и они медленно преодолевали свои проблемы и боролись за свои права. Так и поступают нормальные люди! И я нормальный, Эмма! Вот что для меня норма после такой всратой жизни, как моя! Персонажи из «Пацанов» также появляются в «Поколении Ви». Обычно они появляются только на плакатах или видеороликах, не влияя на сюжетную линию. Однако по мере развития сюжета, мы начинаем видеть все больше и больше персонажей из «Пацанов», таких как Эшли и Викторию Ньюман. В последнем эпизоде мы даже увидим, как Хоумлендер и Билли Бучер появляются, чтобы связать «Поколение Ви» с «Пацанами». А это значит, что когда-нибудь мы сможем увидеть команду «Поколения Ви» в «Пацанах». Персонажи «Поколения Ви» обладают великолепной динамикой и отражают друг друга так, как это должно понравиться телезрителям. Сюжет прост и соответствует теме. Главный недостаток сериала в том, что сами сверхспособности не очень интересны. Несколько учеников просто обладают суперсилой или неуязвимостью. В актерском составе есть пара экстрасенсов, но в конечном итоге возникает вопрос, есть ли у кого-нибудь во вселенной «Пацанов» сила, которой мы раньше не видели. Главными звездами «Пацанов» конечно же являются Бучер и Хоумлендер. Поэтому неудивительно, что они появились в спин-оффе. Спин-офф неожиданно заканчивается тем, что Кейт и Сэм освобождают всех заключенных из чащи, что заставляет их возглавить революцию против людей в университете Годолкина. Освобожденные супергерои начинают без разбора убивать людей, вынуждая Эшли позвать Хоумлендера на помощь. Когда прибывает главный суперсемерки, вместо того, чтобы помочь Марии и ее друзьям, он встает на сторону Кейт и Сэма. Хоумлендер сделал это потому, что Кейт и Сэм к концу первого сезона стали сторонниками суперов. Идеология заключается в том, что никто не может командовать супергероями. Хоумлендер это поддерживает, и поэтому он нападает на Мари. В финале первого сезона есть сцена после титров, в которой Бутчер обыскивает заброшенный объект под названием Чаща. Хотя это не объяснено, вполне вероятно, что он ищет супервирус. Заразный вирус, убивающий супергероев, был одним из самых важных элементов в истории в поколении Ви. Но в сериале не раскрывается судьба нового оружия. Хотя у Виктории Ньюман есть образец, Бутчер, возможно, ищет записи, которые помогут ему тоже создать вирус и уничтожить всех суперов. Есть теории, что в четвертом сезоне команда Бутчера найдет местоположение запертых друзей Мари после бойни в университете и объединится с ними уже во втором сезоне поколения Ви. А супервирус станет главным центром внимания в четвертом сезоне пацанов. В целом, сюжет, боевые сцены и персонажи вышли неплохими. Многие поклонники пацанов подошли к сериалу с высокими ожиданиями и спин-офф не разочаровал, поскольку им удалось уловить то же самое пламя с новым и освежающим сеттингом. В отличие от истории мести неудачников из пацанов, поколение Ви предлагает новую освежающую историю, сосредоточенную вокруг молодых персонажей и загадок Годолкина, а не попытку опираться на успех пацанов. Кто еще в раздумьях, стоит ли смотреть спин-офф, то я настоятельно рекомендую посмотреть поколение Ви, поскольку оба сериала имеют много общих тем и юмора, а финал спин-оффа напрямую связан с четвертым сезоном пацанов. А что вы думаете про сериал? Оставляйте об этом комментарии и подписывайтесь на канал. Тут нет дверей. Где мы? Где вы думаете про сериал?